Многих, а его особенно превращало в совершенно даже не зверя, а просто какого-то существа. Он не понимал, несобранно, что происходит. Вот это, пожалуйста. Как можно свою жизнь взять и прям... В этом-то нет ничего плохого. Судьба, так, наверное, и должно быть. Это про то, что Никитос, братан, не гони, пожалуйста. Не дёргайся, не дёргайся. Не важно, какие там трудности, да. Вчера, помнишь, говорил, есть такая поговорка. Где-то надпись была, я не помню где, но она в каком-то не очень хорошем месте. У кого-то... Всё проходит, и это пройдёт. И всё. Была ещё другая надпись совершенно в этом, в Диком месте, который назывался Буркинвар. Там тоже были такие надписи, которые, с одной стороны, кого-то одобряют или ободряют, а в другом совершенно не ободряют. Это типа... Пришёл, увидел и ушёл. Пришёл, увидел и ушёл. Всё. Пришёл, увидел, увидел. Типа того, да. Всё, всё убрали? Красавчики! Бередняк! Веня, Диман, под... А, я убил березинчик, пожалуйста, посмотрите. Её сядут, да? Всё, молодцы. Всем доброго, спокойного вечера. Отдыхайте, кому-то подготовиться. Желаю, кому-то подготовиться. Я спалю. С средним учебным заведением. Уложите резинки, всё. Никита Сергеевич, просто, наверное, минут на 10 останется. Мы поболтаем. Вы не переживайте. Идюнь, ты не переживай. Диман, ты домой как пойдёшь сам? Я с тобой. С тобой приеду? Пожалуйста, попроси родных, чтобы в ближайшие дни мы увидели. С ними, потому что надо справку, помнишь? От кого? От врача, да. А справку не до какого надо? Не до какого, а с какого. С 24-го года у вас должны быть у всех справки. Сейчас январь. И у вас желательно до поездки в облаках. До 23 февраля желательно. Хорошо. 24-го. Ой, до 24-го, да. Чё, парень, нормально всё? Кофта с человеком-пауком потеряла. Кофта с человеком-пауком? Это, наверное, Веном Фэмили спер. Он же этот человек-паука, Веном не любит. Ищи спокойно, ищи спокойно, ищи. Сейчас вещи уберёшь, не переживай. У нас нет такого. Иногда была и не специально могут взять. Мы побили этого человека. Ты побил человека-паука? Блин, Никита, смотри, вдруг он сейчас полусильный венец нашлёпал. Ищи, 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 ищи. Ну, ты же её там вспомни, где так оставлял. Ну-ка. Давай, на внимательность сейчас мы с Семёной проверим. Я-то знаю, где она. Сейчас просто интересно сам Семён. На внимательность. Так. Вот вспомни, ты пришёл сначала к копте, потом, ребята, копку снимать, им стало жарко. Тебе стало жарко. Куда я её переснимал? Вспоминай. Всё, до свидания. До свидания. Всё, Семён, расправку помнишь, да? Так, побежал, побежал, побежал. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Нашёл? Веном его пожалел. Он его просто убрал, его как-то-то, подальше. Парни, ну и ребята, да, и девчата тоже пригодится. Если что-то... Ну, девчата нет. Хорошо, девчата, я имею в виду матушку твою. Есть хорошее упражнение, мысленная гимнастика. Называется «Представь самого себя». Вы должны уметь отматывать как мысленную плёнку назад, возвращать действия. Очень многое можно поменять. Поругались с кем-то, что-то произошло. Отмотайте назад, вспомните события, которые происходили. Попробуйте внутренне решить вопрос, если надо, попросите прощения. Потеряли предмет. Отмотайте назад до того момента. Мне это начало помогать, когда я начал более-менее самостоятельную, уже такую подростковую жизнь, когда реально что-то потеряешь или что-то потом пытаешься вспомнить. Когда ребятёнок ещё под присмотром мамки, бабушки, там ещё это не так. Ну, в основном женщины, да, всегда учат там штаны, как одеть, как нос сопли вытереть, как ключи, куда в карман какой положить и прочее. В каком кармане ключи? А было времена, ключи под ковриком оставляли, ребята. Да, Фей, ты понимаешь, ты папа рассказывал? Нет? Спроси, батя, а была такая тема, что ключи, когда на улицу уходили, под ковриком возле двери оставляли? И ты скажешь, сынок, пол не было. На тебя отвечают, прикинь, боялись. Дверей не было ни железок, ни решёток. А, ну да, он мне рассказывал. А для нас потом это шоком стало, когда это двери стояли. Ключи, я ей, клянусь, под коврик ложили. Забуровываться вообще. А потом начали, да, бояться. Это плохо. Так, в нашей силе всё вернуть. Вот к чему. Ребят, пошли. Всё, до свидания, всем здравия. С кем-то, надеюсь, до завтра. До завтра я приду. Всё, лады. Денис Владимирович Олег Геннадьевич. Всё, молодец, всего доброго. Всё, Максим, Семён. Всё, с ударены. Всем родным, всем здравия. До встречи. Никитов, Елис Владимирович много лет женат. У него две дочери. Вот спросил у него, каково находиться в общении с женщиной. Чисто просто по братству, по человечеству. Он тебе расскажет. Но он так же тебе расскажет, как он общался с супругой, и как он общался с ней в тот момент. Важность, важность девушки и супруга, я тебе про будущее говорю. Да, не гони, братан, не зачёрт. Если ты захочешь создать семью, ищи её, Никит, ищи целомудренную. Я тебе вот просто по-человечески тебя прошу. Чтобы не было нервиков, чтобы не было проблем, трудностей. Если кто-то, допустим, да, в компании появился друг, который познакомился с алкоголем. Так или иначе, а если все вокруг, например, не пьющие, он будет рассказывать про преимущества, про разность алкоголя. Например, излучать. Есть люди, кто познакомились с какими-то преступлениями, и они будут это излучать. Если женщина и девушка в какой-то жизни нашей появляется, которая была знакома, близко до общения с нами, с мужчиной, она будет это излучать, и она будет всегда это сравнивать. Я, ну, как бы, расскажу, да, так тебе просто? Душевно. И не надо удивляться, что, может быть, что-то такое происходит недовольным. Всегда у людей будет недовольство. Только в том случае, если ты оказался первой в судьбе девушки, единственной, ни с кем сравнения не будет. Только в этом случае. Не по телевизору, по сериалечкам, по тиктокам, там еще каком. Только в этом случае. Все. А я тебе даю... А это как здесь уже другой совет братский идет. Держи таких девушек, как друзья, как любовницы. Вот так. Никакие не должны быть мысли. Просто несколько лет назад я не хотел тебя этим расстраивать. ни тебя, ни там, ни кого-то. Что я Максима предупреждал Тюрина, типа братан, аккуратнее. Мы сами это делаем, и мы сами это... Я же понимаю, что у Макса сейчас не все так ладно. Если бы было все так ладно, сейчас было бы по-другому. Он бы излучал другое. Значит, есть какие-то нерешенные трудности. Я понимаю, что у тебя, к сожалению, все так ладно, потому что ты излучаешь. Я не знаю точно, что, но ты как-то тебе прям, как это, фонит, да, излучение идет. Как будто бы что-то... Помнишь мой сон тебе рассказывал? Прям заметно то, что... Блядь, что это, братан, нам сколько лет. Насол под какой дни соловимичем. И то Сергей Сергеевич, ну, Сергей Сергеевич, он стеснительный. Он в этом плане, он никогда не влезет, кому-то там что-то совет дать, и только если не попросит. И дэчи тоже так, а я, например, вижу, что это происходит. Я тебя побраться, говорю, братан, тормози. Это не то, чтобы заметно. я переступил порог ты просто сейчас если хочешь да ты можешь один из я почему сказал что у него супруга и две дочери он живет в окружении женщин то есть ты понимал реально какой человек опыт вообще не женщин ты можешь безыменно всяком без фамилии просто проговорить что случилось там и все и может быть он тебе с позиции семейного мужчины который тебе скажет это мой братан я знаю всю я знаю как у него рождалась старая дочь я занимался воспитанием его лично и его старшей дочери когда он вообще еще прям бы ребенком ребенком ну как бы говорить тоже говорил но была прям очень юная то есть я прекрасно я знаю его с детства никит то есть я дениса варимовича знаю с возраста семи что ли или восьми лет то есть чтобы ты понимал да как это если вдруг у тебя чё-то напряжёнка какая-то один из самых лучших способов вы говорится про то что вот много говорим информация не используемая начинает тухнуть информация если она не благостная да даже хорошая может затухнуть а если информация неблагостная а переживательная то она загниет и будет большая большая проблема со здоровьем а это попадос а я не хочу чтобы я уверен что дэнчик не хочет чтобы наш братан младший хворал болел там самое лучшее что ты можешь сделать такой задел на будущее это вот сейчас посвятить себя настолько плотной гимнастике не гони тёлки не тёлки там вообще вообще ни по какому поводу связано тем более там с девахами вообще вот сейчас вот такой вот вот если бы у кого-то получилось для меня донести если бы у всех получилось для всех донести у всех все попадаются все на этом встревают потому что сама природа рассчит на этом от женщин исходит то что и от мужчин так я потихоньку складываюсь потихоньку убираю настолько уверенным в себе и обладать не сгибаем просто там внутренним стержнем мужским чтобы если вдруг что-то где-то ты почувствовал вибрацию напряженку как вот сегодня мы прохожу тебе скажешь сразу чувствую ты прям вот не нужно сгварить эти условия есть такое выражение альфа самец вот ты должен быть таким не как альфа самцов а мужчины есть пара да 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 и мужчина так да и как когда это а потом бах вот это все думающие влажно как это все он и так происходит как общается каждому из нас я сперезнал сколько этого периода ваше сезон что-то нечего не участвует это не похвально знаешь мы не хотим больше на А там ребят, знаешь, на кидать, блядь, да, мы-то антарки, да нет, все нормально было, все убивались, 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 нас, 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 блядь, из-за всяких людей, из-за характера, мы это рассматриваем весь, чем мы будем брать. Вот если тебе кажется плохо, мы говорим, да ты сюда вина, все там делай, как тот, кто будет брать. Вот ты скажешь, другой, там, не правились, там, вы просили, кто же будет брать? На самом деле, мы думаем, что это не больше тысячи миллионов, тысячи миллионов решений, это уже самое главное. И так, что тебе, да, все платили, все хорошие, эти два варианта, два из одного у кого-то, как ты, это настоящий друг, брат, родной, дитей, как ты. Просто мы сами для себя, знаешь, почему со стороны для себя не делят? Потому что мы охраняли себе эти проблемы. А со стороны, он со стороны видит, он тебе говорит, он говорит, так, 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 ну, давай, убирай, что, побольше, все, мы должны быть все-таки мирные решения. А еще самое лучшее, отпусти. Спроси, забери, сделай, как считаешь, лучше, ну, отпусти. Вот все, что спросишь, заберешь, свое, не свое, чужой, бог, ты, тебе бог создал, что ты сам планируешь. Но какие последствия, какая карма, братишка, да, за это, как это воздаться? Но самое главное, отпусти скорость. Просто отпусти, придет ответ. Как вы говорите, насколько нас оборонили, насколько нас поюзили, насколько я доверчив, насколько Денис Владимирович доверчив, как нам рассказывали про красивые, вообще всякие. Но мы прекрасно понимали, что это будет, да? И доверяли людям. Доверяли, обманывали, и мы знали, что вы, это видно, у нас много. У кого-то, ты знаешь, личные люди, у кого-то, у кого-то, у нас большой, значит, сообщество взрослых, особенно мужчин и их, жен. Мы к себе женщины не допускаем, потому что начинается раздеваться. Как только женщина попадает в кружку мужчин, если она не свой братан, значит, начинается раздеваться. Значит, так или иначе, оказывается, тела деваха здесь, как со всеми она равна, но с кем-то она будет равнее равного. И вот эта ситуация других будет приморить. Здесь такой прикол. Всё надо, вот прям бах, ну всё, абстрагировано, отстранённо на это, смотри. Ну, кто-то, чё-то, где-то, куда-то, да, там происходит, да, вообще, без разницы. Например, когда я говорю такое ворожение, да мне похуй, не знаешь, что мне похуй в прямом смысле? Это значит, что я понимаю информацию до уровня ума и опускаю потом не на сердце, а вот туда ниже пояса вообще не гонят. А вот когда я подумал умом, у меня где-то в сердце, блядь, начинают тремарить, это как бы да, уже надо разобраться. А если как бы похуй, да, относитесь к этому вообще без разницы. Не то, чтобы, значит, тебе наплевать там или нассать, или насрать на всех, нет. Просто это выше пояса, вот эта информация не поднимается. Особенно эта информация связана с едиными людьми. Особенно. А все, что касается женщин, к сожалению, первоначально это понятие. Это терочки, терочки приятные. Вот в чем дело. Как? Я имею в виду, когда не было приятного человека. Никогда не было? Ну, в смысле, когда не было такого приятного человека. Интим, такая вот шляпа. Ну, интим это быть, ну нет, в принципе, может и шляпа, но это такая нормальная шляпа. Потому что всем нравится интим, всем нравится телами тереться, как бы, ну, с любимыми телами. А иногда они с любимыми, там, по телефончику или в интернете закажут тело какое-нибудь и трутся, понимаешь. Там, час, пять тысяч рублей, вот, терись. Хочешь, там, за десять тысяч рублей терись. Это смотря как это. Я ребят знаю, которые суперсемьянины, супер-супер все делают для семьи. Но общения внутри нет такого. Им приходится вошлять бабосиков, чтобы приезжали какие-то женщины радованные. И даже такое есть, представляешь. Да тут и не поспоришь, блядь, сама система выскрыла на эту, да? Я же знаю таких и ребят, и девушек. Я уже повидал. Просто, если знаешь, убери их из своей жизни. Если не можешь изменить, убери. Я даже с ними не общаюсь. Молодец. Молодец. Как говорится, да? И опять, сейчас бы в твоем возрасте начать бы изучать, ну, бытовую философию. Знаешь как? Начать изучать бы русский образ жизни. Я без националистического уклона. Потому что наши предки, братан, очень... Мы, в отличие от других, мы живем... Мы единственный народ, кто пока свободен. Только нами же могут знать, что мы допустили, да, манипулировать, жестко издеваться над нами. Остальным не получилось. А, к сожалению, в крупношек мы допускаем разных людей. Все остальные поработились. Вот все остальные по факту. Все суперпродвинтые европейские страны просто, да, они сейчас вахают. Вот образ жизни... Опять, если хотя бы каплю крови на тебя, у меня, у него русское течение. Чистый, светлый, добрый, да, миролюбие, доброта, великодушие. Значит, тогда ты... Все хорошо. Если где-то что-то на тебя начинает треморить или появляется злоба... Там, блин, сколько раз у меня было кого-то разъебать? Сколько раз я это делал, Никита? Сколько раз было у меня желание разъебать, просто разрушить, бля, чью-то жизнь? Я понимаю, что я это могу сделать, но я останавливался по той причине, что... А как родные? Ладно, я с этими людьми решу. А как родные? Что делать тогда с родными? Что получается, всех импедировать придется? Я останавливался. Прощал. Но я забирал свое. Забирал. Пугал. Да, просто, блядь, да, абсеру. Но оставлял. Смысл уже глумиться и издеваться. Это как взять, знаешь, какого-нибудь беспомощного... Человека? Там, животное и мучить его. Ну, нет смысла. Оно уже не причинит страданий. Но если ты довел до мучения, то лучше остановиться. Как бы не усугубляй, не надо. А еще лучше отпусть. Не можешь изменить, блядь, убери. Я ни в коем случае не буду предавать. Не предавать, не бросать, не надо. Просто если чувствуешь, что не можешь изменить, блядь, но не получается. Просто надо, знаешь, как раньше сделать. Кто-то и ты. Там, понял? Кто-то и ты. Я не хочу... Я явки, явки, пароли, его, фамилии, смысл. На раскаленном ложе. Еще. Есть момент. Женщины очень любят манипулировать и издеваться. Нравится, блядь, а не кайфун до этого. Бить, блядь, поуколоть. Да? Помучай, блядь. Помучай, блядь. Не ведись на это, братан. Жизнь разгорается. А так, если возникает подросток, у тебя есть контакт с Николой Юрьевичем? Да. Ему, как бы, взрослая жизнь погрязывает другое. Но он же тоже был подростком и юношей. Но он прекрасно помнит, как это происходило, вот эти ламурные движения. Наставить момент с армией идти или в армию делать, или после армии прийти. Если пообщаешься с ним, и поймешь, как избежать дичайших ошибок по службе. То есть, как избежать этого. Потому что можно так переться. Просто из ничего. Выпускательный воятель Смывал с лица земли и в нос варим. Обличие. Человек невидим был Средиземного стада, Сползая с полюсов. А еще такое же. Учи стихи, Никин. Без шутки, без прикола. Учи стихи. Любые. Чем красивее стихи про любовь, про жизнь. Про учи стихи. Стихи, посвященные мамам. Стихи, посвященные родине. Я это не прикол. Это очень серьезные подспорья. Вопрос, для чего? Во-первых, память. Во-вторых, красноречие. Просто женщины Очень любят. Помнишь, да, как это разговаривает? Очень любят. Очень любят. Я только хотел сказать, да, если в чате можно пообщаться. Не то, что денег нет. У меня, блядь, в кармане дырка. Я нахожу. На художестве и так воспринимали Ребята с бабышков не могли Сделать то, что он просто вообще не так. А не надо смотреть, знаешь, как на девушках. А, сейчас я тебя жарить буду. Нет, просто про жизнь. Что, Никитос, ты нас подождешь пять минут? Пока даже это, ну на диванчик, конечно же, это. Можно отдохнуть, посидеть. Ну ты уже практически-практически стал Защитником Родины, ты уже и являешься. Ну, через несколько лет и родителем станешь. Ты на каком-то курсе учишься? На третьем? Да это вот уже все, ну. Что ты зовут? Третьи летки, третьи летки там. А, двадцать третий лицей что ли? Он сейчас колледж. Он колледжем стал. Колледж. Коля! А вот только они в школе были, да, Дилис? Да. Вот только в школе были. Вообще временами. Я думал, на первом курсе сейчас скажем. И ты знаешь, такая ремарочка. А мы вас предупреждали, Никитос, да? Я на сварочке. Мастер, как раз твоя тема. Вот, парни. Маги, фига себе. Интересно. Кузнечные, сварочные, творчество, и железо всякие штуки. Мне так нравится. Я ни пизды не умею делать. Причем мне так нравится. О чем будешь говорить вообще? Полуавтомат. Полуавтомат? Ладно, нет сварки? Нет. Ну, в колледже нет сварки. А практика? И начинает добиваться. А практика? Где проходит? На ЗМК. На ЗМК. На ЗМК? Ты, Батя, мы его не знаешь там включаемом? Нет. А, он фрезеровщик. Он фрезеровщик, да. В фрезеровщик, да. В фрезерном цели? Да. И в лаборатории? Нет, в вагон на сборочке. В ученическом. батян там на доске почет не знаю сейчас еще это фотка есть не есть но на пенсию сейчас собирается уходить 22 гошин осталось там сколько такой ну до 60 50 до 65 за увеличили а как вот технари вот как вы будете практику вписать также все потом это все варить это выпадил какой-то принесет воде садимся расскажу как общее это больше звучать два раза в месяц приезжаю на отрабатываю там полный день в ученическом режиме погоди полный день ученик 4 часа должен там делать 8 часов полный день я отрабатываю и присылаю стипендию 16000 но при этом есть условие одно в конце после того как я приду с раме на заимка трудиться отработать полгода с радостью блять соглашайся я уже все так это что не мешает тебя провести но надо учить люди уходят приходят бросают бросать вот сделай трудись там прояви себя никто тебе не оставляет набраться опыта и куда-то что-то еще сделать а многие мечтают открою свой бизнес все так легко да ни хуя не легко дается чтобы сделать я же это когда я практику проходил тогда когда должен был точнее поехал в москву на соревнования я сказал то что я уезжаю и вот получается январь месяц декабрь в декабре была практика производственная нам сказали типа декабрь проходите и вам в январе говорят берут вас на целевое время смотрят как вы там варите там за ваши оценки там за это все что я уезжаю получается по полуавтоматные сварки что хитрого да сейчас все ясно там не знаю шов накладку строительным сечением там блять а вы ты учишься на этот сварщик просто сварщик строительных металлоконструкций или каких-нибудь газов и этих проводов на давление не издаете так последний января до парень всех поздравляю всем здравия